мои что я сейчас готовлю это хачапури не показала вам сначала весь замес но обязательно пропишу вам рецепт в инфобоксе под видео да девчонки это красота я их смазываю маслицем конечно не у меня не идеальные но это мои первые хачапури запах невероятный их смазываю сливочным маслом сверху вот последний у меня уже ждет своей зажарки на сухой сковороде делаю начинка у меня в идеале по рецепту сыр брынза с творогом у меня творог свой я сварила его из молока и сыр потерла обычный русский и посолила если брынза то солить не надо начинку невероятно в общем рецепт теста напишу как делать хачапури я думаю все знают тесто разрезаем на несколько кусочков до сначала делаем из них маленькую лепешечку кладем в середину ну не совсем маленькую вот такую наверное да как с ладонь без пальцев кладем начинку заворачиваем вот так сверху защипываем 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 и потом ладошкой прихлопываем прихлопываем ладошкой и раскатываем скалочкой до размера сковороды получается вот у меня некоторые сейчас последние поменьше получились первые были прям совсем большие а последние поменьше неровные кусочки теста получились вот в общем такая девчонки красота я еще не пробовала это мои первые хачапури в жизни надеюсь что все получится как они на сухой сковороде до лежат несколько минуточек с одной стороны я так на таком на среднем огне тоже если на медленном то это очень долго чтобы вот сколько у меня 9 по моему штук получается все и чтобы их 9 пожарить поэтому дуэма времени а я и так уже их жарю на среднем огне но таком даже ну да средне это у меня господи сколько я тут уже на кухне час точно можно было на двух сковородках тут я тупанула у меня же две сковородки то есть еще одна фаберлик ну ладно последний пошел жарится смотрите я такой порезал маленькими кусочками маслица и вилочкой вот так потом смазываю как следует всю поверхность я вам сейчас проговорю лучше тесто девчонки то забуду прописать 400 миллилитров кефира 1 чайная ложка соли 1 3 чайной ложки сода у меня соды не было я делала с разрыхлителем тесто 1 3 чайной ложки так по краям чтобы они у нас все были сочные я люблю очень хочу курить в чоке так потом один желток перемешиваем желток как следует с кефиром с солью и содой да и начинаем добавлять муку 400 грамм плюс минус будете смотреть потому что там какого размера у вас желток какой вас кефир по рецепту он два с половиной процента жирности у меня был бежендук такой маленький 450 грамм соответственно и муки взяла не 400 400 кефир у меня был 450 миллилитров и муки я взяла 400 но где-то 500 наверное грамм а по рецепту 400 кефира 400 муки мука у меня девчонки я делала на кукурузной отхожу я от простой муки вот такая вот кукурузная мука у меня вот делала из неё и в общем смотрите до консистенции такого теста чтобы она уже особенно к рукам не липло до скатываем шарик замешиваем а еще 30 миллилитров подсолнечного масла в тесто тесто вымешали тесто замесили и положили его на полчасика отдыхать тесто отдохнуло нарезали его кусочками пока она отдыхает приготовили начинку я не могу сказать вам сколько было творога я варила его но мне кажется грамм 400 было но смотрите как вы любите кто побольше начинки любит кто поменьше будете смотреть не хватит можно еще потом подбавить да и сыра натерла целый кусочком такой фасованный сколько там грамм 300 мне кажется было российский такой треугольничком до фасованные продают вот целый кусок сыра натерла и вот этот творог смешала по рецепту еще там зелень добавлялась у меня зелени дома не оказалось у меня просто сыр с творогом перемешаны вот вот такие дела девчонки сейчас последний до жарится пойду угощать соседку все девчонки позвонил соседки сказал чтоб чайник поставил говорю сейчас придут хачапури отложила нам на тарелочку сейчас вместе с ней будем пробовать вот промазала маслицем сейчас порежем попробую вместе расскажем вам как вкус я такая кажется в муке вся лучше значит готовлю до по-домашнему три часа на огонь так все беру тарелку погнала вы девчонки пошла вот этот наш дверь а тут напротив ее открыто ну что часть кипел уже закипает мы сейчас порежем наверное вот так а ты когда не делал не разу я первый раз тут все так надоело захотелось правильно что-то новенькое дети и не дарешься как они в разрезе вот так вот о сыр видно или творог что-то пробуйте хачапури ну как вкусно нравится нормально хоть он тебе как любишь такое так но я щас попробую мне уже тоже хочется попробовать да и конечно прикольно ну правда вкусно вообще здорово и теперь будет части делать классно вообще здорово такие тоненькие они когда на сковороде лежать они поднимаются потом опускаются очень вкусно мне нравится девчонки еще хотела вас познакомить с одной своей находкой это ювердический крем универсальный кайлаш дживан девчонки я искала средства которое поможет от боли в спине от боли в мышцах и от головных болей но кто давно меня смотрит может быть слышал как бы может быть знает у меня был в свое время перелом позвоночника от этого теперь частенько болит спина и хондроз бывает шейна от этого тоже поэтому но проблема такая которая не решается скажем так в один день и я постоянно нахожусь в поисках каких-то вот чудесных средств и больше доверяю вообще по жизни хоть сама и медик как-то народной медицине до медицине нетрадиционной скажем так я все равно доверяю больше потому что но таблетку выпить сделать укол это как-то проще всего и можно на это дело подсесть а вот средства натуральные которые действительно помогают я всегда ищу всегда люблю и поэтому наткнулась девчонки на вайлберрис на вот такой вот бальзамчик это универсальный ювердический крем широкого спектра действия отзывы почитала на вайлберрис их нет они недавно стали там торговать в общем занялась поиском отзывов нашла отзывы и поняла что мне надо здесь такой состав уникальный смотрите сколько я уже использовал у меня две баночки 1 60 миллиграмм другая 30 миллиграмм он в разных объемах вообще продается от 20 миллиграмм и до 120 цена бюджетная маленький тюбик до 200 рублей по моему стоит в общем я вам сейчас расскажу про свою находку про свои впечатления и мне просто очень захотелось поделиться с вами отзывы потому что я мне кажется нашла чудо средства здесь такой девчонки широкий спектр действий что но я не знаю правда можно любую проблему вылечить способствует оздоровлению глаз то есть при конъюнктивите у кого бывает у кого ячмени бывают часто вот прям в глазки закладываем благоприятно воздействовать на нервную систему успокаивает можно на височки мастер головной боли у меня частенько тоже вот прям с подросткового возраста бывают мигрени и голова может болеть по 5-6 дней причем никакие обезболивающие таблетки не берут когда мигрень вообще можно просто лезть на стену вы знаете мне помогло мне помогло и я прям в диком восторге так устраняет боль в ушах головную боль помогает при сильной мигрени снимает физическое напряжение то есть от мышцы растирать можно вообще вот я так и делала плечи у меня постоянно сейчас последнее время очень частенько почти каждый месяц шейный отдел вообще ужас какой-то болит постоянно невозможных андроз шейный так кожные заболевания вставляет проблемы с пищеварением есть даже рецепты на сайте как применять эту мазь внутрь даже с четырех лет детям так помогает при геморрое предотвращает появление его осложнений кровоостанавливаешь то есть при разных экземах заживление ран порезов и так далее при ожогах девчонки и оказывает охлаждающее действие и напорно-двигательную систему вот я им натираю поясницу где у меня был перелом и хочу сказать что но это вообще это вообще просто класс мне очень нравится как раз такое легкое охлаждающее действие и как-то вот знаете бывают такие крема для ног которые снимают усталость вот этот крем эта мать тоже снимает усталость помогает также при стоматологических заболеваниях и кашля можно лечить стоматит стоматит себе и деткам опять же если нет индивидуальной непереносимости на некоторые компоненты потому что препарат растительным еще своим составу тоже пробежимся быстро зуд акне постакне у кого есть какие-то кожные заболевания высыпания все это можно мазать обморожение дерматиты головная зубная боль кашля усталости глаз мышечные боли как антисептик здесь есть мощные скажем так травки в составе которые работают как антисептик воспаление диареи рвота запор проще бессонница укусы насекомых очень быстро снимает зуд бородавки стригущий лишай в общем просто капец состав девчонки здесь активный компонент у нас кокосовое масло увлажняет омолаживает насыщает кожу витаминами защищает шары и мощная которая у нас снимает раздражение за это отвечает и мне очень нравится следующий компонент это эфирное масло сандала лечит кожу у нас она и снимает воспаление раздражения кому не нравится аромат сандал конечно не подойдет потому что он здесь ярко выражен девчонки именно вот за счет сандала у меня и проходит головная боль вообще мне нравится аромат сандала я его обожаю мне даже были ароматические палочки надо еще кстати прикупить с этим запахом я прям очень люблю также здесь есть камфора то есть есть и в аромате отголоса камфорного спирта да ну камфоры и хим девчонки это как бы такая травка скажем так такой компонент который выводит шлаки нормализует давление то есть с помощью этого бальзама можно даже нормализовать авториальное давление внутричерепное давление и еще один уникальный компонент это свинорой пальчатый вот именно он обладает уникальными свойствами и в индийской медицине с древних времен вообще применяется заживляет раны и порезы останавливает кровотечение истоки этого компонента они вообще самой самой древности в индии применяются уже очень очень давно ну и как бы моя история чем он мне конкретно помог почему я безумно рада что вот наткнулась на него почитала отзывы используя у меня кстати у соседки но не у соседки она как бы на в моем подъезде живет но не совсем рядом у знакомой случился ячмень мне как медику все частенько звонят свет есть что-нибудь от ячменя прям вскочила и на работу не пойдешь и ничего некрасиво жутко ей дала попробовать вы знаете ей немножечко прямо вот так вот отложила ложечкой она взяла себе и буквально говорит к вечеру прошло покраснение а на следующий день вообще прям была красота это на самом деле здорово у меня буквально наверное дней 10 назад пытался вскочить пытался вскочить простуды на губе у кого она вскакивала те знает как она начинает вскакивать то есть небольшой зуд еще ничего не появилось но есть такой вот зуд вместе на губе в этом и я быстрее нанесла прям плотным слоем потом еще раз на ночь представляете не появилась простуда поэтому я конечно в диком восторге от этого чудо-средства мне прям очень понравилось но ведь здесь такая натуральная консистенция и когда он долго стоит то есть он у меня уже достаточно долго стоит я им пользовалась уже много-много раз может даже водичка такая образовываться да потому что компоненты все натуральным сейчас состав покажу вот такая еще у меня 30 есть грамм баночка не открытая смотрите вот состав и информация кому это интересно это индийский препарат препараты не прям так это сказала средства до скажем так вот способ применения наносить крем на поврежденный участок кожи два-три раза в день вот состав я вам уже его и зачитала до производитель адрес производства индии то есть прямиком из индии эти крема вот видите даже внутрь можно применять при трещинах кстати на пятках говорят очень эффективно в отзывах читала а так здесь все по хинди получается да по-индийски написано и в течение уже ни одной недели я смазываю себе воротниковую зону и поясницу и вы знаете пока вот не возникало у меня приступов хондроса или каких-то болей поэтому я очень довольна буду пользоваться дальше хочу вот на постоянной основе именно на эти зоны применять а так он еще пригодится или этом при укусах насекомых до комариков можно ребенку помазать место хорошо очень говорят снимает зуд да пока проверить не на чем зима а так у кого есть кожные проблемы пяточки можно мазать тоже да вообще универсальное средство но я стараюсь беречь да именно вот на такие случаи когда действительно нужно когда действительно есть какие-то повреждения кожи какие-то проблемы и так далее так что вот такой девчонки бальзамчик вот такая у меня находка если вам такое тоже надо я вам оставлю все ссылки под видео на wildberries продается и на сайте моя индия тоже оставлю вам ссылочку в разных объемах на wildberries есть появилась только там недавно вот так что девчонки вот такая находка домашняя аптечка буквально от всех бед можно мне кажется грудку растирать при кашле надо попробовать привет девчонки прилетела с работы мы заболели и хочется гулять и хочется гулять потому что выпал снежок но заболели как горло у меня почему-то все не стратот горло на работе чуть-чуть заболела сейчас надо чайку попить съездила в пятерочку купила продуктов и что мы сегодня будем делать украшать квартиру елку даже наряжать наконец-то не совсем выходной пятницы вот у нас сколько снежка нападала на дорогах конечно жуткая каша и грязь и хотя бы почистили да там дядя он уже трудится чистить дорожки не сильно много но прилично нападала хотя бы снежок уже повеселей и уже скорее нарезать будем сейчас мы немножко с тобой приберемся разберем продукты да из пятерочки и будем наряжать что мы тут хорош купила лимончиков жила на завтрак нам сейчас вот таких слойчик купила лимончиков с сахаром их нарежу помои нарежу и будем с тобой так печать морковку купила но лежать будем конечно морковка купила купила зеленую речку потом давай зеленую речку зеленую редьку хочу вечером сделать салат зеленой редькой с морковкой, очень люблю очень вкусно и полезно печенку взяла своя, вот такие вафельки, хлеб, молоко, карлассаны, печеньки, зелень у меня дочь очень любит укроп будешь укропчик кушать? да, еще взяла сгущенку, может быть если сегодня силы останутся вечером сделаем блинчики, блинчики мы любим больше все кушать со сгущенкой купила еще по акции вот такой вот йогурт и два слабота тоже сейчас на завтрак мы с тобой покушаем она не хочет, я хочу я люблю такие питьевые, они с трубочкой это очень удобно, работу брать сосиски филейные, мы только такие кушаем я другие, например, есть не могу даже беру или в пачках, или на развес когда по акции тоже пятерки бывают так, ну вот и все, да, пустой пакетик все, пустой пакетик, вот такие покупки у меня сегодня с утра были, голопом по Европам вот, сейчас немножко приберемся в квартире и будем ее украшать вместе с вами лимончик я вот так вот присыпаю сахарком чтобы он сок дал, да, оттуда прям ложечкой буду ребенку давать жевать сейчас пока болеем и сама, и можно лимонад делать, еще у меня есть мед, сейчас вот оставшийся весь вот этот мед тоже сюда переложу девчонки, мылась, нанесла масочку гламес фаберликовскую, да, вот эти, которые с блестками они для меня абсолютно бесполезны они дарят лишь коже легкое увлажнение но надо добить, да, такой как раз новогодний вариант рука к ней совсем не тянется, но вот сейчас посмотрела мне, думаю, да, наряжать квартиру в такой маске это самое оно сейчас буду все доставать малыш уже перестановкой тут занялся сам, да сейчас будем все доставать и, наверное, я вам уже отдельным видео тогда сниму украшения квартиры все подробно на этой ноте буду прощаться если видео было вам интересно и полезно обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много интересного всех люблю, целую, всем пока-пока пока пока